Всем здравствуйте. Давайте проверим звук, накидайте огонечка. Если есть огонечки, мы поймем, что хорошо слышно. Пошли огонечки, значит, скорее всего, связь есть, звук есть. Если вдруг вы видите, как мы шевелим ртами, иного звука нет, то, пожалуйста, перезайдите, значит, проблемы на вашей стороне. Коллега, у нас сегодня очередной вебинар по дому. По дому, это, по-моему, уже у нас там четвертый или пятый вебинар. Сегодня хочется поговорить про сценарий планирования запасов в условиях дефицита. У нас сегодня уникальное событие. На вебинаре не два ведущих, а три. Значит, ведущим вебинаром буду я, Крестантин, Вячеслав и Яна. Значит, с точки зрения тайминга и того, как будет проходить сам вебинар. Значит, сначала будет какая-то вводная часть. Дальше поговорим конкретно про тематику сегодняшней встречи. И в конце, как всегда, отвечаем на ваши вопросы. Вопросы пишите в чат, не стесняйтесь, задавайте. Мы на них будем отвечать в конце. Если все понятно, давайте еще раз огоньков, и тогда уже поехали. Так, окей, вижу. Дефицит. Смотрите. В современном мире, по нашему мнению, управление запасами является, наверное, одним из ключевых аспектов ведения бизнеса, потому что оптимальное количество товаров к сети обеспечивает бесперебойную работу производственных линий и удовлетворяет спрос покупателей. Из негативных сценариев дефицит товарных запасов может привести к простой производстве, потере клиентов и к пущенной выгоде. Сначала давайте разберемся, что есть дефицит запасов. Ну, в классике. Дефицит запасов – это ситуация, в которой у компании недостаточно продуктов или товаров для того, чтобы оперативно выполнить заказы. Причем нехватка запасов может включать в себя как запасы готовой продукции, так и сырье и материалы для собственного производства, для нужд собственного производства. Сначала давайте посмотрим, что может привести к возникновению дефицита. В первую очередь, это ошибка прогноза. Это когда у нас есть несоответствие между прогнозированными значениями и фактическими результатами. Вторая ошибка – это ошибка распределения по складам. Это понятие довольно широкое, но мы здесь подсветим два аспекта. С одной стороны, это как бы производная от предыдущей истории с ошибками прогноза, то есть когда по компании в целом план-факт совпадает, но компания неправильно распределила запасы именно по своим складам, по возможным точкам отгрузки. С другой стороны, это когда компания не успела пополнить свои сбитовые точки из-за форс-мажора. Третье – это наличие или возникновение брака в моменте. Здесь всегда это происходит неожиданно, но тем не менее такие ситуации случаются. И четвертая причина – она связана не с конкретной компанией, а, допустим, с поставщиками, либо с производителями, либо с собственным производством, они, допустим, не успели что-то поставить, не успели произвести, и поэтому, собственно, компания не может отгрузить товар. Если мы говорим про дефициты, то давайте посмотрим, где может возникнуть дефицит. Яна? Да, давай, спасибо, Кость. Смотрите, первое, где может возникнуть дефицит – это непосредственно на складе отгрузки, когда в целом запасы по сети, в принципе, есть, но удовлетворить потребность сразу мы, к сожалению, не можем. Во-вторых, возможно, ситуация, когда вообще абсолютно на всех складах организации отсутствуют запасы по заявленной потребности. И, в-третьих, это отсутствие или задержка именно поставок товара, либо нас задерживает наше производство, выпуск продукции. И тут мы плавно подходим к главному вопросу, собственно, для чего мы здесь собрались. Как же бороться с дефицитом, когда он уже возник перед нашим лицом? При этом решение этой проблемы от менеджеров требует всегда быстрой и незамедлительной реакции. И мы в качестве инструмента прилагаем именно систему ДОМ. Система предлагает несколько решений с уже возникшим дефицитом. Во-первых, при отсутствии товара на складе отгрузки ДОМ осуществляет поиск и резервирование запасов по всей сети, предлагая всевозможные комбинации удовлетворения дефицитной потребности. Во-вторых, при отсутствии товара на всех складах абсолютно, ДОМ предлагает закупку или производство, учитывая цену закупки и сроки поставок. Также немаловажным при работе с дефицитом является приоритетность заказов при обеспечении. Эти решения могут использоваться вами как в совокупности, так и дифференцированно. При этом компания всегда оставляет за собой решение, как управлять этим процессом. Будет ли она управлять это самостоятельно в ручном режиме с помощью автоматизированных рабочих мест, либо позволит системе автоматизировать его. Далее мы рассмотрим каждый инструмент более детально и как раз потеснее познакомимся с системой. Начнем с дефицита запасов на складе отгрузки. Допустим, у нас есть некий клиентский заказ на определенный товар на 300 штук. При этом клиент изъявил желание забрать заказ самостоятельно с самовывозом с определенного склада. У нас склад – это номер два. Далее мы будем его называть именно складом отгрузки. Стоит отметить, в организации используется стратегия вымывания стока, то есть при обеспечении первоочередно используются запасы на собственных складах. Но здесь, наверное, стоит немножко отметить то, что мы не ограничиваем в системе использования именно этой стратегии как в текущем примере, так и в последующем. Мы предлагаем каждой компании отдельно настроить, причем настройка она достаточно гибкая. Далее по складному примеру у нас логистическая сеть в организации разветвленная и состоит из трех складов. Склад номер один, номер два, номер три, с которых отгружаются заказы клиента. У нас есть два распределительных центра. Есть собственное производство и склад готовой продукции, которые при производстве, и внешнего поставщика. По наличию товара, который у нас есть в потребности. У нас есть брак на складе отгрузки, который, например, выявили в процессе приемки очередной поставки. Есть доступное количество, которое физически находится на распределительных центрах. Есть доступное физическое количество на складе номер три, с которым у нас со складом отгрузки есть прямое сообщение. Есть запланированный выпуск готовой продукции и запасов пути на склад отгрузки, которые также являются доступными и не зарезервированы под какие-то другие заказы. Модуль дом в процессе планирования и поиска свободных запасов зарезервирует под заказ клиента. Первое. Доступное количество на распределительных центрах и на стороннем складе. Второе. Он зарезервирует товары в пути, включая запланированный выпуск из производства, при этом игнорируя забраковку на складе отгрузки. Также дом предоставит клиенту сразу плановую дату отгрузки с требуемого склада с учетом всех необходимых перемещений, ресурсов складов, транзитных времен, возможных запланированных рейсов. Для минимизации расходов компании на обеспечение данного заказа на общих участках произойдет консолидация с другими заказами, опять же, если это не нарушит целевые сроки доставки до клиента. Также дом передаст распоряжение в транспортные и складские модули в качестве планов на отгрузку, либо поступлений, чтобы обработка заказа происходила как можно оперативнее. Сейчас давайте посмотрим, как это выглядит на системном уровне, посмотрим, как отрабатывается система дом в части примера с данным дефицитом работы товара, организовывать необходимые стратегии с точки зрения построения цепочки поставок, поиска необходимых запасов. Да, смотрите, у нас есть заказ, его номер 543, у нас это заказ клиента, самовывоз, узел отгрузки, как у нас указано было ранее, это склад номер 2 и есть некая потребность на 300 штук. В специальном отчете в системе можно, мы видим, что у нас на складе номер 2, как раз наш слад отгрузки, из доступного лежит только забракованное количество и есть некое ожидаемое количество в пути. При резервировании, при резервировании система, следуя стратегии компании, сформировала схему обеспечения, которую мы сейчас видим на графе и которая соотносится с тем, что я говорила ранее. Соответственно, у нас три цепочки, у нас есть перемещение со внешнего склада, есть перемещение с распределительного центра номер 2 и есть перемещение со склада готовой продукции на распределительный центр номер 1 и далее на склад. Здесь стоит отметить, что у нас перемещение с распределительного центра на склад номер 1 ждет выпуск продукции для того, чтобы нам сконсолидировать поставку и сэкономить на этом. После резервирования в отчете по запасам мы видим изменения. Мы видим, что у нас на складе отгрузки, склад номер 2, мы видим, что у нас резерв ожидаемый как раз под наш заказ 543. При этом забракованное количество, 300 штук, система не использует в качестве обеспечения. При планировании мы видим, что система не использует брак для похожения дефицита на складе отгрузки и, соответственно, из-за которого, собственно, у нас и возник дефицит на складе отгрузки при поступлении заказа в систему. Теперь давайте вернемся ко второму примеру. Второй пример – это про то, когда товар, на который оформили заказ, отсутствует абсолютно по всем складам. То есть у нас возникает дефицит запасов по сети. При этом клиент у нас оговорил сроки, в которые он ожидает заказ. И у компании есть договор с тремя разными поставщиками, которые находятся в разной удаленности от распределительного центра. Распределительный центр у нас находится в Москве, а поставщики находятся, соответственно, в Краснодаре, в Санкт-Петербурге и в Москве. Это будет, если считать сверху. Цены закупки у нас зафиксированы по каждому поставщику в рамках договора. Опять же, либо мы можем получить цены по интеграции с поставщиком. При этом заранее хочу отметить, что самая дорогая цена закупки у поставщика номер 3 в Москве. Модуль ДОМ при планировании запасов по сети восполняет дефицит автоматическим заказом поставщику, у которого самая быстрая скорость доставки, опять же, это основа на стратегии компании. Давайте теперь перейдем в систему ДОМ, посмотрим, как мы можем обеспечить заказы клиентов при отсутствии вообще любых запасов в рамках нашей сети, на наших складах. То есть уже более интересный кейс в этой части, когда мы понимаем, что резервы брать неоткуда и где же его найти. Да, соответственно, у нас есть заказ. Мы видим, клиент попросил доставить заказ не позднее 13 сентября. Заказ у нас обеспечился в полном объеме за счет поставщика номер 3, который у нас непосредственно находится в Москве. Вот здесь на карте очень хорошо это видно. В плане закупки мы видим, что у нас поставщик номер 3, который находится в Москве, у него самая высокая совокупная стоимость, то есть это стоимость доставки и стоимость закупки по номенклатуре. Есть еще два поставщика, поставщик номер 2 и поставщик номер 1, у которых цена совокупной стоимости закупки, она дешевле, но при этом длительность значительно больше, чем у поставщика номер 3. Знаю, что, например, для того, чтобы обеспечить клиенту в определенный срок, который он говорил, мы должны выходить из распределительного центра не ранее, чем 9 сентября, мы можем сэкономить, при этом не нарушив желание клиента. Мы можем выбрать поставщика номер 2, который нам доставит в распределительный центр 9 сентября, и, соответственно, мы сэкономим 100 деньги для того, чтобы обеспечить заказ клиента, при этом не нарушив его обещание. Выберем данного клиента и пересоздадим распоряжение. Посмотрим, что у нас получилось. Соответственно, мы сейчас здесь посмотрим. У нас система изменила поступление от поставщика номер 3 на поступление от поставщика номер 2. Соответственно, на геокарсе мы также видим, что теперь у нас поставщик едет из Санкт-Петербурга в распределительный центр. При этом система при перепланировании пересчитает время исполнения заказа с учетом новых сроков поставки. Мы видим, что у нас не нарушается дата, в которой клиент ждет от нас заказ. Что мы видим? Что у нас в результате процентки и планирования имеющийся дефицит по сети восполнился заказом поставщику. И, как мы видим, весьма удачно, потому что мы не только удовлетворили клиента и желание клиента доставить в определенную дату, но и сэкономили существенно на закупке. То есть путем нажатия нескольких кнопок мы повысили маржинальность по заказу. Теперь давайте перейдем к следующему примеру. Рассмотрим приоритеты по заказам. Да, рассмотрим приоритеты заказов. Смотрите, приоритеты заказов используются для определения от очереди резервирования запасов под заказы системы. Это очень важно, если в системе возникает дефицит, и наша задача обеспечить наиболее важность заказа для клиента. Приоритетами для системы считаются. Первое – это важность заказа с точки зрения организации. Это такое некое субъективное мнение менеджера. То есть клиентские заказы с высоким приоритетом создают резервы в первую очередь. Второе – это удаленность клиента от склада отгрузки. В первую очередь будут планироваться и резервироваться заказы и запасы под именно дальних клиентов. Даты и окна доставки для клиентов. Если на заказе указана дата доставки, ранее которой клиент не ожидает ее, она будет участвоваться при планировании. И в первую очередь система зарезервирует запасы под именно срочные заказы клиента. И четвертый возможный приоритет – это время оформления заказа. Тут действует принцип FIFO. Первым обеспечивается заказ, который первым поступил в систему. Представим ситуацию. Когда у нас есть два заказа клиента, для одного из двух клиентских заказов отсутствует запас на складе отгрузки. То есть у нас возникает дефицит на складе отгрузки. И при планировании, в зависимости от настроек приоритетов, система автоматически подберет более приоритетный заказ для первоочередной отгрузки. Стандартный приоритет, при котором модуль как раз произведет резервирование по сети – это FIFO. И если немного переформулировать, то есть, по сути дела, это первый оформил и первый зарезервировал. В таком случае дефицитное количество на складе отгрузки для второго клиента будет заказываться уже на распределительном центре, что значительно увеличит сроки доставки. При этом система всегда дает возможность сделать перерезервирование, если оформили более приоритетный или срочный заказ. В таком случае у нас возникает некий захват резервов другого заказа. И уже более приоритетному заказу отдается доступное количество на складе отгрузки. А менее приоритетно и перепланируется. При этом система пересчитывает сроки обеспечения, делятся корректировками и как с транспортным, так и со складскими модулями. Давайте теперь на примере системы посмотрим, как производится процесс решения задачи с точки зрения определения приоритетов по заказам, контроль даты доставки, перерезервирование продукции в этой части под более приоритетный заказ. Да. Смотрите, у нас есть два заказа от клиента номер один с датой доставки, которую он захотел, это 13 сентября, не позднее 13 сентября. И есть клиент номер два, который… это срочный заказ клиента. Клиент просит у нас доставить уже 7 сентября товар на свой склад. Но так как клиент номер один у нас обеспечивается непосредственно со склада отгрузки, у него есть доступное количество, соответственно, он может отгрузиться сразу же. Схема обеспечения для второго заказа клиента, так как у нас возник дефицит на складе отгрузки, то нам сначала нужно переместить количество с распределительного центра на склад отгрузки, а потом отгружаться к клиенту. И как мы видим, что на специальном виджете мы видим, что у нас один заказ клиента выходит с нарушением срока. Это как раз наш заказ 546-й, клиенту номер два. Мы по плану доставляем его 9 сентября только, но клиент просит нас, очень слезно просит нас доставить не ранее 7 сентября. Соответственно, система дает понять, что кроме зарезервированного количества на складе отгрузки у нас ничего, собственно, нет. Мы понимаем, что в целом предыдущий заказ у нас может успеть, если он отгрузится 9 сентября со склада отгрузки, и он до 13 сентября абсолютно точно успеет доехать до клиента номер один. И здесь мы принимаем решение о том, чтобы мы захватим резерв первого заказа под второй заказ. Соответственно, перерезервируем наши заказы. И что мы сейчас увидим? После перерезервирования мы видим, что у нас клиент номер два отгружается как раз именно завтра, при этом не нарушает сроки доставки, которые мы согласовали с клиентом. А клиент номер один теперь отгружается 9 сентября, но при этом успевает абсолютно точно до 13 сентября. На главной панели у нас уходит заказ из нарушений. У нас есть, соответственно, 4 текущих заказа, которые у нас согласно срокам. Мы видим, что как 545, так и 546 заказы у нас сейчас без нарушений и отгружаются согласно срокам. В результате перепланирования мы нивелировали влияние дефицита на удовлетворенность клиента, ориентируясь только на приоритетность заказа и с помощью понятного интерфейса для перепланирования. Как мы увидели, как раз вот система как инструмент, да, с точки зрения виджетов и предлагаемых разных стратегий позволяет гибко управлять резервом товаров, подстраиваться под потребности наших клиентов. Яна, большое спасибо за Дэна, за Дэма. Вячеслав, большое спасибо за комментарии. Смотрите, коллеги. Во-первых, как вам? Давайте вот перед тем, как дальше идти, либо огонечек накидайте, может, у вас какие-то вопросы возникли в процессе демонстрации. Кстати, у вас есть великолепная возможность пока что подготовить ваши вопросы, мы потом будем их зачитывать, отвечать на них, поэтому, в принципе, вы же можете их в чат нам все фиксировать. Смотрите, вот на протяжении всего вебинара мы рассказывали вам о механизмах, которые помогают справляться с уже возникшим дефицитом. Здесь на самом деле стоит задуматься, ведь если дефицит случился как-то внезапно, то это явный сигнал о том, что где-то в производственной логистической цепочке произошел какой-то просчет, сбой и так далее. А значит, с этим нужно работать. И либо нужно искать и внедрять какие-то инструменты, которые помогают в принципе, и избегать дефицита, например, перезатариваться. Либо же нужно внедрять инструменты, которые помогут сделать дефицит управляемым. Ведь избыточные запасы – это тоже плохо, потому что они сковывают оборотные средства, они лишают компании финансовой гибкости. Поэтому нужно разбираться в причинах возникновения дефицита, нужно разбираться в причинах возникновения излишков и искать методы, которые помогут найти баланс, ведь именно это будет являться ключевым фактором успешности бизнеса. И здесь важно сказать, что все это требует... Точнее, чтобы с этим работать, для этого нужно специализированное решение. Ведь монолит в формате ERP, он не позволяет достичь определенной гибкости, и поэтому здесь, конечно же, было бы здорово, если бы у вас было такое классное решение, например, как наш дом. Вот про все, что мы говорим, вот обо всем, об этом мы знаем не понаслышке. Вот у многих из наших клиентов Axelot ассоциируется как компания, которая занимается ВМСом, но это уже вообще давно не так. Мы за все время работы научились решать очень сложные задачи, которые касаются логистики в целом, цепочки поставок в складе, в транспорте, там, в заказах. То есть, как бы, вот вы видите реальный кейс, с которым мы работаем. Да, они, может быть, там, не знаю, упрощенные, мы их показываем, да, но это мы делаем для того, чтобы, ну, для простоты понимания. Тем не менее, мы умеем решать сложные задачи, мы делаем это хорошо. Переходите к нам с своими бизнес-кейсами, мы, естественно, их решим в самом лучшем виде. Постараемся найти для вас наиболее оптимальное решение по соотношению всех факторов. Коллеги, вот презентация, которую мы хотели с вами поделиться, мысли, которые хотели до вас донести, она в общем и целом закончена. Давайте сейчас мы сделаем блок вопрос-ответы. Продолжение следует...